Жахаровьевский Лопатина Гомельского района уже больше, как два года тревожит экологическая ситуация у населенном пункте. Причина – размещенный поблизу участок по перепроцессу других ресурсов предприемства «Утилізатор». Однако службы, которые ни одной же проводили проверки, порушений не выявили. Тем не менее, кирование предприемства пошло на встречу по желаниям людей и планует в ближайший час перенести вытворчность. Дмитрий Котов с подробностями. Товариство с обмежеванной отказностью «Утилізатор» займается утилизацией и перепроцовкой отходов вытворчасти. Былое смете отримливает другое житё и зно может выкористовываться. У Гомеля компания почала працовать в 2016-м годе. Зараз коле областного центра знаходится некольки вытворчих участков. Один з їх больше за два года тому з'явился побач звёздкой Лопатина. Что день тут перепроцовывать коле ста тонн отходов. И хоть усе санитарные нормы выконываются, мясцовым же харам такое суседство пришлося недосподобы. Дискомфортно, конечно. Потому что, когда ветра летит, это пыль отсюда. Первых шум. Люди жалуются. Будем надеяться, чтобы стаца изменилась как-то в лучшую сторону. При размещении предприемства на гэты местцы санитарной службе района были предоставлены усе документы, проведена гигиеничная экспертиза и оценка рызыки для здоровья людей. Никаких порушений не выявлено. На протягу двух годов неодноразово проходил мониторинг поветра, глебы и участков жихоров в ёске Лопатина. И снова, никаких фактов, які б могли заборонить деятельность предприемства. Але меркование людей гэта не змянила. Конечно, размещение такого объекта вблизи участков, граждан и домов несёт социальная напряжённость, и поэтому мы ставим вопрос, чтобы данную площадку переместили в другое место. У мясцовым райвы конками притремливаются аналогичные позиции. На усе скарги улады реаговали и информовали на конт развития ситуации. Выйсти, якое задовольняю, у всех знойдено. С компанией «Утилизатор» домовились о переносе вытворчей пляцовки у иншая месца. Зараз баки працуют над оформлением необходных документов. С учётом того, что данный объект всё-таки приносит определённые неудобства местным жителям, райисполкомам в этот период времени, с момента поступления первой жалобы, прорабатывался вопрос подбора другой площадки для данного субъекта, так как всё же он занимается достаточно востребованным на сегодняшний день видом деятельности по утилизации и переработке вторичных материальных ресурсов. Поэтому на сегодняшний день подобрана такая площадка, которая находится на значительном удалении от всех населённых пунктов. И впоследствии всё-таки мы ставим вопрос как перед собственником, так и перед этим предприятием о том, что необходимо освобождать данную площадку. Зразумело перенести такую могутную вытворчность немогчима у степлые термины. На ГЭТАС потребуется час, а ЛЕК стверждает на предприятии чекать недолго. При этом обещают вырешить усе часовые складанности, выкликанные с явлением пылу у поветры. В настоящее время активно прорабатывается вопрос восстановления работоспособности имеющейся скважины, что позволит нам проводить обеспыливание территории, материала, подъезжающих подъездных путей. Применительно к данной площадке планируется существенное сокращение объёма принимаемых вторичных материальных ресурсов с целью их дальнейшей переработки и вовлечения в использование с появлением очередной площадки, на которой сегодня готовятся документы по юридическому отводу земельного участка. По срокам это буквально в течение, наверное, двух-трех месяцев. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отель и радиокомпания «Гомель».